Большие деньги. На самом деле большие. Если вы не верите, я обращаюсь вот к этой таблице. Вот к этой таблице. Это наша карьерная лестница. Это наш план успеха. Это наш капитан, лейтенант, майор. Понимаете? Здесь нарисовано, что за наш результат на фирме, нам фирм присваивает звание, которое еще сопровождается денежными выплатами. Ну, чтобы вы немножко ориентировались, это где-то месячный зарплат на этом уровне. Приблизительно равна. Я могу математически вам доказать. То есть, пока вы новичок, 0%, потом у вас 3%, 6%. Ну, сами слышали, здесь такие люди присутствуют. Вот они менеджеры, вот они консультанты, вот они менеджеры от 9 до 18%. Эля это очень хорошо вам продемонстрировала, что она попросила поднять руку, которая вот здесь находится. Здесь и есть такие люди. Старший менеджер – это человек, который в первый раз в жизни вышел на 22%. Директор – это человек, который продержал этот результат. Полгода минимум. Это человек называют директором, потому что это на самом деле директор, потому что он умеет работать с людьми. Он дает фирме товароборот 10 тысяч долларов в месяц. И каждый магазин дает товароборот продукционной компании. Знаете, его называют директором. Платят премию 1000 долларов. Люди имеющие зарплаты на этом уровне. Если он хороший учитель, и он вырастил две группы, вырастил двух лидеров, которые имеют свои команды по 22%, то его называют золотым директором. И вот с этого уровня начинается поездка за границу за счет компаний. Вот в этом году люди с звания золотой директор и выше поедут на круиз по Средиземному морю на двух кораблях. На двух кораблях, потому что на один уже не помещаются. Будет где-то около 6 тысяч человек со всего мира. С Китая и Мексики, с Африки и Европы, с России и Вьетнама. 63 страны у Арифлейма. И во всех есть лидеры. И во всех компаниях, во всех этих странах работает Арифлейм. Работает Арифлейм, понимаете, в 60 странах. Ай, людей, людей. Видели бы вы, как в Вьетнаме живут. Видели бы вы, как в Китае, те же самые живут люди. Тогда бы не говорили, что в России нет денег. Ой, продукция дорогая. В Китае в 5 раз дороже продукция Арифлейм. И многие китайцы делают бизнес, блин. Бывают в Хабаровске, везут через границу и продают в 5 раз дороже. За что им, ки-то самая Арифлейм голову откручивает. За что они разрушают бизнес Китая. Я понятно объясняю? Золотой директор, ребят, золотой директор. Две группы всего. Всего две группы. Это два человека всего, которых вы научили этому бизнесу. Которых вы подключили к системе. К системе обучения, к системе. Как это делается? Что такое группа 22%? Это группа, которая делает 10 тысяч долларов за каталог. Что такое 10 тысяч долларов за каталог? Это один человек на 10 тысяч долларов делает заказ за каталог. 10 человек по 1000 долларов или 100 человек по 100 долларов в фирме абсолютно по барабану. Считается, мне количество людей, считается товарооборотом. Или 1000 человек по 10 долларов. Фирмы по барабану. Понимаете? Как вы это сделаете? Все равно. Фирмы считают только товарооборотом. Давайте с другой стороны. Один человек 10 тысяч, это дофиган. Что такое 10 тысяч долларов? Это 1000 человек по 10 долларов. 100 человек по 100 долларов. 1000 человек по 10 долларов. Но не играет роли. Все равно в фильме как? Она считает только товарооборотом. Причем вот если вы приглашаете, она ничего не делает, люди будут ничего не делать. Тогда потребуется 1000 человек. А если вы проезжаете сразу работать и зарабатывать, ищите где меньше работать, ищите где больше зарабатывать, то это быстрее сделать. Вот у нас сейчас ребята работают, значит сразу с самого начала людям ставят задачу 150 баллов. Если ты хочешь работать с нами, если ты хочешь вообще добиться успеха, если ты хочешь включиться в нашу систему, что ты забрустишь? Такой вид грустный сразу. 150 баллов в каталог. А тут получается очень интересная вещь. Но вещики вообще не понимают разницы между 50 баллов и 150 баллов. Не скажешь 1000, а они будут делать 1000. На самом деле 150 баллов это очень легко сделать, потому что это один пакет витаминов, один коктейль и один суп. Все. Это 150 с чем-то баллов. Я понятно объяснил? Да. Один коктейль, одна пачка витаминов. На вейдж, набор. Просто один набор. Уход за кожей лица. Там 5 компонентов. 5 компонентов, которые продаются сразу пакетом. Это сразу 160, по-моему, баллов. Понимаете, о чем речь идет? Чтобы 150 баллов участвует 22 процента, 7,5 тысяч. Кто умеет 7,5 тысячи разделить на 150 баллов? 50 человек. 50 человек. Это что-то невозможное? Это что-то невозможное? Почему комплект? На вейдж продается. Почему комплект? Потому что, как правило, люди пытаются сэкономить, твою мать. Они, как лосьон, берут из одной серии подешевле, тоник из другой, крем ночной. Да, третий. Дневной не берут. Экономия. Но понимаете, что они работают в комплексе? Понимаете, что надо всеми пятью средствами пользоваться? И лосьоном, и тоником, и крем дневной, и крем ночной. И крем под глаза. Чтобы получить результат, надо в комплексе это делать. И надо делать с головой. Знаете, вот некоторые люди говорят, ой, а мне не подходит арифлэр. Я говорю, почему? А вот там у вас есть крем под глаза, а там, знаете, вот такой тюбик, вот такой вот. И носит такой, как иголочка. Мне он не помог, у меня аллергию вызвал. Я говорю, классно, ведь аллергия как раз натуральные вещи есть. Цветки Ромашкина, цветение березы. У людей нет аллергии на химию. У них есть натуральность. Вот, ты лишний доказатель, что это продукция натуральная. Я говорю, хотя вообще-то расскажешь, пожалуйста, как ты пользуется? Она говорит, как, как, один тюбик под один глаз, другой тюбик на другой глаз. Она все это выдавила, понимаете? Там написано, ну, каплю и размазать. Она, один тюбик под один глаз. Я говорю, женщина, вы 50 лет собирали морщины, бля, и думают, что за ночь с ним стоит обращаясь. Это вообще целая песня. Но это вопрос другой. Две группы, и вы едете в круиз. За счет компании. Перелет, проживание, питание, все за счет компании. Круиз это вообще такой 12-этажный дом, в котором свои рестораны, свои казино, свои магазины. И, как кто-то сказал, говорит, это просто такой огромный отель, который каждый день открывает двери в новый город. Один раз разложили чемоданы в отель. Приехали, разложили чемоданы, разобрали все. А потом просыпаетесь, раз, а вы уже в другом городе. Раз, просыпаетесь, а вы уже в другой стране. Раз, просыпаетесь, а там опять другой город. Представляете? Это вообще уникально. Вот и в это время там компания проводит конференцию. Что такое конференция? Золотая конференция. Это встреча с руководством, на счет проделанной работы, планы на будущее. Подведение итогов, награждение непричастных, наказание невиновных. Как положено в армии. Представляете? И там видишь совсем другой бизнес. Вот здесь вот, в Сочи, там, не знаю, в Москве, то бывает, знаешь, что есть такая пословица в России, из-за деревьев леса не видно. Запутался в трех березах. А вот когда ты приезжаешь на такой круиз, когда ты видишь 6 тысяч человек в одном месте, кораблю-то гуськом, ходит, ну, за другое. 6 тысяч человек в одном месте из Центральной Америки, из Центральной Европы, из Африки, из Азии, из России, 6 тысяч человек, успешных людей, тогда меньше золотого дектора не попадают, то совсем по-другому начинаешь смотреть на свой бизнес вот отсюда вот. Из Сочи. Потому что за этими тремя деревьями ты видишь перспективу огромного бизнеса, который на самом деле сегодняшний день, наоборот, полтора миллиарда. Еще на сегодняшний день, это на самом деле лучшая из компаний мира. Потому что, назовите мне еще такую компанию, которая каждый год своих декторов отправляет в круизы. Сейчас только вернуться из Майами. В следующем году люди с уровня бриллиантовый директор, с уровня бриллиантовый директор, в этом году мы на Майами ездили, а в следующем году люди с уровня бриллиантового директора едут в Японию на цветение сакуры за счет компании. Перелет, проживание, питание за счет компании. Вы понимаете? Назовите мне еще одну компанию в России, которая бы делала такие вещи, которая могла бы по 6 тысяч человек возить за границу, которая может отсюда, вот из Москвы, вывезти в Японию. Такое количество людей. Назовите мне такую еще компанию. Знаете, вот есть компания Арифлейн, да? Какие у нее планы, какие она лозунги выдвигает? Стать компанией номер один в мире. Амбициозная компания. Есть такой компанией по дороге. Компания Фаберлипо, всем известный Фаберлипо. Знаете, какой у меня девиз? Хотя бы 10% отщипнуть от компании Арифлейн. Дело в том, что я просто с компанией Фаберлипо знаю изначально от истоков, где организовали бывшие неудачники от Арифлейн. Это один в один маркетинг Арифлейн. Просто в Арифлейме слишком долго выходить на 10 тысяч долларов. Директорский товарооборот. Давайте мы сделаем 3 тысячи долларов, чтобы все стали директорами. У них все директора и все без денег. Почему? Объясняем. Мы получаем 21%, 22% от 10 тысяч долларов. Они получают 21% от 3 тысяч долларов. Я понятно объяснил? Да. Все директора и все без денег. Но зато всем легко. Понимаете? Ну и там много-много всего разного. На что они приглашали Арифлейнщиков? Маркетинг один в один. Еще они, мы советская, мы российская компания. А мы сейчас объединились пораньше. Да хоть чертам выслать. А у тебя компания, которая сейчас на рынке нестабильная и... Да хоть чертам выслать. Понимаете, я работаю с Арифлейн, я этим горжусь. Это совсем другой бизнес, совсем другой подход, совсем другой масштаб. Причем, понимаете, вот, например, в Болгарии они работают, да? В 97-м году, в 97-м году, в Болгарии местная валюта рухнула вообще ниже уровня канализации. Канализация, знаете, где? Они упали еще ниже. И там что-то в 15 раз упала валюта. Арифлейн единственная компания, которая в Болгарии пошла на курс фиксированных цен. Они пристали отслеживать курс доллара и просто начали работать по стабильному курсу. Да, они потеряли. Они потеряли. В отдельной взятой стране потеряли. Но за счет чего они это позволили себе? За счет того, что в других странах работали по реальному курсу доллара. Зато потом, когда в Болгарии все стабилизировалось, выяснилось, что кроме Арифлейн там нет никто. Когда в 98-м году в России случился этот кризис, они начали работать на 20% ниже курса Центробанка. Почему? Это что, Арифлейн в России такой богатый? Арифлейн интернешнл, за счет работы в других странах по реальному курсу, мог позволить себе работать в России по такому курсу. Понимаете, когда я работаю с Арифлеймом, я чувствую, что за моей стороной стоит гигант. С богатой компанией может пережить любые финансовые катаклизмы. Я хочу, чтобы моя компания была богатой. Я хочу, чтобы мой бизнес был навсегда. Чтобы он не зависел от комьюнтуры, от курса доллара, от кризиса, от дефолта. Куда дефолт? Прошли уже. И в Болгарии был дефолт, и в Польше был дефолт, и в России был дефолт. Арифлейм работает. Почему? Потому что за счет международности бизнеса... В Китае сейчас бизнес растет на 300% в год. 300%! Утраивается каждый год. Утраивается. В Латинской Америке на 150%. В Индии на 100%. И пускай в России что-то случится, господи, там 300% рост. Там 150%. И в среднем, знаете, температура по больницам? Средняя температура по больницам. Слышали такое выражение, да? И вот смотрите, к чему я веду. 1000 долларов, 2000 долларов, 6000 долларов, 10 тысяч долларов, 24 тысяч. Помните, я говорил, приблизительно я сейчас зарплату на этом уровне. 24 тысячи долларов. Да хрен с ним, 10 тысяч долларов в месяц. Много таких работ знаете, что можно было бы зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц? Много знаете, а в рисуем и есть. То, что вы пока этого не зарабатываете, это кто виноват? Они четко ставят условия. Надо сделать вот это, вот это, вот это. Сделаете, получите. Как вы думаете, получите или нет? Ведь много же людей уже сделали, уже получили. И каждый раз, на всех банкетах, поднимают их люди, но получили здесь, в России, эти деньги, эти звания, которые поехали за границу. Более того, у вас здесь есть живые примеры, как это делать. Санташка, кирпичик, она вообще, только сейчас вернулся из Майами. Это не казачьего, засланы там из Швецы, сюда, понимаете? И под ее искусство кто-нибудь? Кто-нибудь под ее искусственно сделал результат? Ну, здесь, видит, регистрировал ей кто-нибудь? Значит, это реально? Значит, это возможно? Если это кто-то сделал, значит, это реально? Значит, это возможно? Это вопрос к вам, почему вы до спорта вы не сделали? Просто из вредности. Просто из вредности. Узнать, за что присваивают бриллиантового директора? За что присваивают исполнительного директора? Исполнительный директор уже 24 тысячи долларов. 30, 36, 40, 100 тысяч долларов. Вы много знаете работ, которые предлагали бы 100 тысяч долларов? Просто так, в виде вознаграждения. Нереально что-то, обманывают? Обманывают? Как вы думаете? Врут? Нет? Почему-то в журналах, если написано, где конкретные люди с фотографиями, с этими 100 тысячами долларов. 200, 300. 200 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч долларов. Тогда вы понимаете, что 400 тысяч долларов за продажи не дают. Нельзя столько продать, чтобы только чекал получить 400 тысяч долларов. Значит, в этом бизнесе есть какое-то другое направление работы. Кроме продаж. Кроме продаж, значит, есть еще какое-то направление работы. Просто из вредности даже надо разобраться, за что такие деньги платят. За что платят 100 тысяч долларов? За что платят 200, 300, 400 тысяч? И есть люди, которые уже их получили. И есть люди, которые их уже получили. Я уже молчу за миллион долларов. Видели там на игру стоит миллион, да? Вы тоже уже получили. Уже и тратили более того. Это лично знание. Лично получил. Лично получил, а лично истратил. Почему я сейчас назвал там великим спонсором, еще что-то там, такие красивые слова. И почему я ее не остановил? Почему я даже не стесняюсь, что кроме таких словах говорили? Да потому что по всему миру люди спрашивают. Владимир, ну скажи, ну как это делается? Ну как это делается? Как получить миллион долларов? Вот сейчас я отсюда уезжаю, я лечу в Индонезию. Вот только сейчас вернулись с Майами. Только сейчас вернулись в конференции с Майами. Я сюда вот приехал на неделю. Вот я сейчас 12-го числа уезжаю, 12-го завтра, да? А 15-го у меня уже билет в Индонезию. Зачем? Я только сейчас вернулся из Майами. Я еще не могу отойти от того же часовые пояса с этим в Майами. Владимир, мы хотим собрать людей, чтобы вы им рассказали, что надо делать в Арифлейме. Я говорю, сейчас. Я сейчас все брошу, полечу, говорю, в Индонезию. Только сейчас вот еще от тех по часам поясов не отошел. Сейчас я еще в другую сторону полечу. Мы понимаем, мы вам там 3 дня где-нибудь на море дадим отдохнуть, переинфляндизацию, чтобы вы не выступали уже. Согласилась? Говорили. Говорили, да. Лечу 15-го числа до 22-го. До 22-го я в Индонезии на Бали. Они со всей Индонезии собирают всех лидеров, чтобы они могли напрямую задать нам вопросы. Мы с сержанкой в туалете вдвоем. И они будут напрямую нам задавать вопросы. Как вы дошли до жизни такой? Как вы вышли на такие заработки? Как вы пришли? Почему еще до сих пор не ушли? Ну тут поганой метой не выгонишь, когда же люди начинают бизнес понимать. Когда люди выходят на такие заработки. Помнишь, я сказал, приблизительно меньше зарплат на этом уровне? Ну думайте сами, решайте сами. Индонезийцы мне будут задавать вопросы. А сочинцы будут задавать вопросы? Это не все равно куда приглашать. Мне еще зависит от того, куда приглашать. Это был очень хороший вопрос. Спасибо огромное. У вас какой результат? Вообще еще не в рифлайме? Классно. Есть еще кто-нибудь, не в рифлайме? Еще раз. Я сейчас задам вопрос. Вы верите, что в Сочи, в Сочи, в Лазарском, в Лоу, в Туапсе, в Веселом. Есть бизнес, в котором каждый желающий может зарабатывать в месяц. Тысячу долларов, три тысячи, семь тысяч долларов в месяц. 15 тысяч долларов, 30 тысяч, 70 тысяч долларов. Вы верите, что есть такой бизнес здесь сейчас? Конкретно, как мы находимся в Сочи, здесь в Сочи. Верите, верите, что есть такой бизнес? Я сейчас с Куличком обращаюсь. Да, есть. Кто сказал? Я. Откуда ты знаешь? Ну, если человек хочет, то он все отдыхает. Просто это все зависит от человека. Если ты ленишься заниматься чем-то, то сиди тогда, не получая ни тысячи долларов, ни три, ни пять. Хорошо. Спасибо. Верите, что есть такой бизнес для всех? Для всех жителей. Не верите, да? Веришь? Ну, чтобы для всех, чтобы каждый получал, каждый месяц. Не веришь. Точно не веришь? Визуально. Точно не веришь? Нет, но все равно человеческие качества. Хорошо, значит, давайте сделаем так. Я сейчас расскажу, как работает система, и вот вы и вы мне сами назовете, сколько здесь можно зарабатывать денег. Я сейчас не буду говорить про большие заработки, хорошо? Я сейчас просто расскажу, как работает система, и вы мне, которые... Еще раз, я спросил новичков, да? Я спросил, верите? Не верим, да? Я говорю, вот, вы верите, хорошо. Вот эти вот два человека, мы их попросим, когда я подведу черту, я вам задам вопрос. Сколько вы вот думаете, сколько в этом бизнесе можно зарабатывать денег? Для меня, чем для меня это интересно? Для меня интересно, когда люди, которые вообще не знали про этот бизнес, люди, которые вообще даже признали, что они не верят, когда они называют, сколько здесь можно зарабатывать. для меня это самое ценное. Значит, я встречу повел понятно. Я не скажу, что мы не верим. Вы же знаете какие-то примеры? Кто-то, кто-то, но не каждый. Да, мы верим. Я сейчас про другое. Я сейчас расскажу про бизнес, который я знаю, которым я занимаюсь. Я не буду говорить про большие деньги. Я там вам называл сейчас 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, 300 тысяч долларов. Но я, знаете, обратил внимание на то, что когда говоришь про тысячу долларов, про три тысячи люди верят. Про пять еще как-нибудь они верят. Когда ты говоришь про 10 тысяч долларов, они говорят, а это не про нации, это у вас. Ко мне приходит один раз человек и говорит, Владимир, дайте мне, пожалуйста, вашу распечатку с вашим самым большим заработком. За все время ваша работа присутствует. Я говорю, зачем? Он говорит, ну я этой распечаткой буду просто убивать людей. Я говорю, ну зачем тебе мертвые люди-то? Потому что я не говорю, сколько я зарабатываю. Это не скромно, это не безопасно. В конце концов, какое вам дело, сколько я зарабатываю? Для вас вас должно интересовать, сколько вы можете зарабатывать, какой ценой. Поэтому я сейчас расскажу, сколько вы можете зарабатывать, какой ценой. Но я не буду говорить про большие деньги. Я сейчас просто расскажу, как работает эта система. И вот попрошу вас сказать, сколько, если я работаю по этой системе, о каких заработках может идти речь. Договорились? То есть не я буду говорить, а вы будете говорить. Договорились, да? Я понятен? Возможно, все. Господи, вот эти, которые нефтью занимаются, они там получают, я не знаю, сколько. Там секретарь что-то, с полу доллара не подберешь. Вот, а я сейчас расскажу про рефлейн. И не я, а вы будете говорить, сколько здесь можно зарабатывать. Интересно? Договорились? А вот те, кто не признался, что они в первый раз, те, кто не признался, что они не знают, вот они лишили возможности. О, тебя тоже потом спрошу, да? Так, ставь. Вот эта вот девочка, вот, обычно я сейчас с тобой сегодня в лифте, ее мама привела в первый раз послушать про рефлейн. Хорошая девочка, правда? И мама про рефлейн. Как тебя зовут? Настя. Молочек. Настя. Ты первый раз? Чем ты не хочешь узнать? Зачем пришел? А что ты хочешь узнать? Консеропат. Который станет. Миллионером спорят. Что там? Что там? Дожди, Япония на поле. Спасибо. Валь, они не кусаются. Честное слово. Я тебя тоже попрошу сказать, сколько здесь можно зарабатывать денег, договорились? Ты знаешь про бизнес чем-нибудь? Значит тоже будет нашим экспертом, сколько здесь можно зарабатывать денег. Значит я буду рисовать вот на этой доске, на этой доске, все какие-то будут? Кому надо все убить. Все убить. Тогда поехали. Когда я встречаюсь с новичками, я сам перед собой ставлю задачу ответить на пять вопросов. Первый вопрос. В чем смысл этого бизнеса? Вы знаете, уже 20 лет я уже в этом бизнесе, с 96 года, считайте сами, 20 лет. Из них лет 15 я каждую встречу начинаю вот с этой пражи. В чем смысл этого бизнеса? Почему? Потому что сколько людей, столько смыслов. Если человек видит смысл продавать, но не заработать такие же. Если человек видит смысл без людей приглашать, но не заработать такие же. Будем тебе приглашать людей. А куда приглашать? А зачем приглашать? А чего от них требовать? Какую задачу им ставить? Я сейчас расскажу, в чем я вижу смысл ту бизнеса. Потому что смысл ту бизнес далеко не в продажах. Помните, как я начал говорить, да? Первый месяц мы занимаемся продажами, второй месяц мы занимаемся приглашением людей, третий месяц мы занимаемся обучением людей. У нас уже было 11 групп по третий месяц. В чем смысл ту бизнеса? Это первый вопрос. Откуда деньги берутся? Дело в том, что если вы обратили внимание, здесь товара нет. Я ничего не продаю, а деньги есть. Вот откуда они берутся? Такое впечатление, как будто из воздуха. Я сейчас расскажу чисто математический алгоритм, как работает система. Чтобы на самом деле понимать, откуда берутся деньги. Деньги берутся не из воздуха. Деньги берутся... Сейчас я расскажу, куда они берутся. Хорошо? Что надо делать? Что вам надо делать? Потому что я буду рассказывать то, что я делаю сам. Вам надо делать то же самое. Четырех вопрос. Кто обязан помогать? Обязан. Именно так я ставлю вопрос. Помогать. Почему я такой вопрос поднимаю? Потому что я хочу показать, что в этом бизнесе вы будете работать не в одиночку. В этом бизнесе есть люди, которые заинтересованы в ваших результатах. Причем не просто заинтересованы, а материально заинтересованы. Например, вы заработали 1000 рублей, как я сказал, вы получили 5%. Он заработал 1000 долларов, вы получили 5%. Он заработал 10000 долларов, вы получили все те же самые 5%. Чем больше вы зарабатывали, тем выгоднее человек, который вас в бизнес пригласил. И что будет? Что будет в результате? О каких вообще заработке идет речь? Потому что если цена вопроса 100 долларов, спрашивается, есть ли смысл город городить? Для меня очень важно, о каких заработках идет речь. Я сейчас постараюсь ответить на эти вопросы. Итак, 5 вопросов. В чем смысл этого бизнеса? Откуда здесь деньги берутся? Что надо делать? Кто обязан помогать? И что будет в результате программы работы? Интересная программа сегодняшней встречи? Поехали? Поехали. Чтобы объяснить, в чем смысл этого бизнеса, я обычно рисую вот такую картинку. Красиво? Это фирма. Это фирма, которая имеет свою продукцию. Честно говоря, какая фирма? Это рисовала такую бесформулирую. Вот это вот. Это люди, которые вам продукция нужна. Но, оказывается, мало придумать товар, мало его изготовить. Его надо еще реализовать. И вот здесь вот посередине находимся мы. Люди, которые хотят зарабатывать деньги. Вот так все просто, честно и откровенно. Фирма, которая имеет свою продукцию. Люди, которые продукция нужна. И люди, которые хотят зарабатывать. Мы не сотрудники компании. Мы просто с этой компанией делаем свой бизнес. Очень часто, когда люди берут товары, то первых реакция продавать надо. Ну, естественно, если товар, то что с ним надо делать? А некоторые говорят, я не хочу продавать, я не люблю продавать, я не буду продавать. Я говорю, ну и глупо. Там вся история человеческая покажет. Самый богатый людьми мир были кто? Купцы. И люди сами отвечают. Купцы, торговцы, торкаши. И иногда говорят, продавцы. Я говорю, но, но, но. Вот только не продавцы. Никогда еще не видел ни одного продавца богатого. В чем же разница между купцами и продавцами? Вот. Тамил меня всегда ругал за этот анекдот. Который я рассказываю, чтобы сделать поглубже пропасть между купцами и продавцами. Вот. Но он очень, на самом деле, глубоко делает эту пропасть. Он сразу просто понятно становится, говорит. Анекдот следующий. Говорят, если мужчине вылезти на спереди, значит он умный. Если задний, значит гуляет. Если мужчине вылезти на спереди, здесь задний, значит гуляет с умом. К чему я это рассказал? Есть люди, которые продают, а есть люди, которые продают с умом. Купцы, торговцы, торгаши, но не продавцы. Что такое купцы делают? Они не занимаются продажами, они занимаются организацией продаж. Они находят товары, транспортируют, хранят, организуют реализацию. Организаторы всегда зарабатывают больше. Поэтому я хочу сказать, чтобы через нашу встречу, через всю нашу встречу, прошла красная нить вот эта вот фраза. Можно торговать, а можно торговать с умом. Я приглашаю вас торговать с умом. Я приглашаю вас торговать с умом. Что там много народу в коридоре, да? Просто сюда их прогласим. Тут есть место. Тоже постоять? Пойдете, нет? Еще раз, еще раз и еще раз. Я хочу подчеркнуть, что есть люди, которые продают, а есть люди, которые продают с умом. Я решил к этой ситуации подойти с умом. Я хочу, чтобы красной нитью через всю нашу встречу сегодняшнюю прошла мысль. Можно торговать, а можно торговать с умом. Я приглашаю вас торговать с умом. Я приглашаю быть купцами, организаторами. Организаторы всегда зарабатывают больше. Потому что, когда мы с нами начали этот бизнес, мы начали его с конца. Мы начали его с конца. Что фирме от нас нужно? В чем ее выгода от нас? За что она будет платить деньги? Товароборот. Как мы с вами будем делать этот товароборот? Фирме абсолютно по барабану. Лично с сумкой на плече или головой? Вот, оказывается, головой можно гораздо больше. Мы начали думать, как мы можем сделать товароборот. Большой товароборот. Меня не интересует 100 долларов. Меня не интересует 1000 долларов. Меня интересуют миллионы. Понимаете? Уж если это самое воровать, так миллионы. Спать, так с королевой. У нас такие замашки были сразу с самого начала. Итак, меня интересуют миллионы. Я начал думать, как мы можем сделать товароборот огромный, большой, головой. Не руками, не ногами, не лично с сумкой на плече, а головой. Начали изучать, каким методом можно сделать товароборот. На сегодняшний день я знаю две принципиально различные схемы создания товароборота. Первый классический линейный через цепочку посредников. Фирма-производитель крупный, кто посредник. Средний, кто посредник. Мелкий, кто посредник. Реклама, оценка магазина. Цепочка посредников. Что такое крупный, кто посредник? Это фирма, которая передаст их через границу. Только через границу. Больше меньше времени не остается. Погрузка, разгрузка, кофер с таможкой, докладные расходы, секретарши длинноногие. Понимаете? Докладные расходы и как минимум 30% прибыли. Без прибыли, но работы не будет. Я говорю, слишком много 30%. Я говорю, да? Но почему-то крупный покупатель на 10-15% скидка без ущерба для себя. 30-30. Потом этот фирм берет средний оптопосредник, который расставит по городам этой страны. Молданск, Владивосток, Новосибирск и Ветеринбург. Докладные расходы и как минимум 30% прибыли. Если он на работе не будет. Потом этот фирм берет мелкий оптопосредник, который расставит по магазинам этого города. Гум, Цумба и Торг. Докладные расходы и только 30%. 50-70% на рынке уласть. Плюс реклама. Плюс наценка магазина. Все знают, что такое. Самое паршивое, что каждый из них свой 30% накручивает от предыдущего. Никогда не сталкивались с таким понятием, как сложный процент. Как процент от процента. А у нас, ребята, посчитали. От 700 до 1000% уходит на прибыль посредник. Если что-то на заводе стоит 1$, то покупать доходит 10$. 10. Тысяча процентов. И сделать еще нельзя. Схема такая. Приходим в магазин, мы знаем, что накручивает от 30%. Но мы никогда не задумываемся о том, сколько накручеков было до него. И сделать ничего нельзя. Очень долго было ничего нельзя сделать. Практически до конца 40-х годов. В конце 40-х годов появляется альтернатива этой схеме. Это когда человек берет по прямой на фирме. И отдает ему покупателю. И взять работу и получает 1 раз 30%. И все. Представляете, насколько схватился пульт товара. Насколько схватилась цена товара. Но когда человек один, в принципе, фирме это не очень выгодит. Две руки, две ноги, 20 человек в час в сутках. Но когда у таких людей становится много. Когда у таких людей становится на самом деле много. То за эту организационную работу по созданию этой сети распространителя. Фирма тоже согласна платить деньги. Вот фирма Reclame конкретно. За эту организационную работу доплачивает еще до 30% от стоимости товара. Еще до 30% от стоимости товара. Почему? Потому что чем больше людей, тем больше товара. Фирме это выгодно. Она согласна платить деньги. Потому что один человек никогда не продает столько, сколько продает 10 человек. Логично? Система продуманная так. Каждый из нас берет товар напрямую на фирме, дает напрямую и зарабатывает 30%. Каждый из нас берет напрямую и дает напрямую покупателю, зарабатываем 30%. $ner. Все товары на фирме покупают по одной и той же цене. константа 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 фирма поэтому документа по 30 наши прибыли когда мы показываем людям каталог то на 30 процентов уже заложено но когда на фирме товар покупают и мы уже отдали туда эти 30 процентов как разобрать обратно товарооборотом мы уже отдали эти 30 процентов на фильм если мы с вами их не забрали значит они компании достались как сверхприбыль они не планировали чего я сказал теоретику маркетинга и снова ничего не придумал хорошо известная схема по которой тысячи и тысячи фирм работает уже десятилетия хорошо известная схема сайт поедешь схема работает лохотроны как известно любую идею можно вести абсурда есть фильм который честно работает по этой схеме с армии связи этого скандала центр малька или флэн я не смогу прийти через два часа может быть телефоны потому что если вы два часа пропадете общение ваших знакомых для их это ничего не лишит а для нас на каждый телефон будет отвлекаться чем не один я все вместе просто выключите свои телефоны итак итак мы остановились на том что по этой схеме хорошо известная хорошо работающая схема сетевого маркетинга то что я сказал не про рифлеи я сейчас расскажу про смысл этого бизнеса должна поставить кастрюлю в рецептах поставить еще и добавки будет горболаев внутри пауэр кемберское питание поставить сюда химию будет амвэй поставить сюда косметику будет моряка и флэйм эймон после поставляющего разные продукты лекарства поставляете получается энрич это схема общая смыслом везде одинаковый хорошо известная хорошо работающая схема я думаю пока ничего не сказал и конечно бы и конечно бы я бы этим заниматься не стал если бы это было просто так почему? потому что я целый полковник но не вижу я себя в роли мелкого распространителя и в роли набирателя мелких распространителей неинтересно мне даже какая-то более глубокая идея чтобы меня заинтересовать этим бизнесом чтоб я сюда пришел чтоб я начал людей приглашать вот именно здесь именно в этом месте нашли очень интересную изюминку очень интересную грань на котором построили весь свой бизнес а то сейчас хочу уставить вам интересно 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 поехали поэтому давайте сейчас вам предлагаю выслушать следующую фразу потому что в ней заложены квитнесенцы всего чем мы сами займемся и что я хочу предложить вам если вы сейчас послушаете следующую фразу то есть остальный разговор в пользу бедных договорились? фраза следующая фраза следующая как выключить звук? кто знает? кнопочка экран выпустите значит фраза следующая значит фраза следующая внимание сюда все слушаем фразу что если прослушать то есть здорово в пользу бедных как-то раз мы стали вы задумались тамил это моя жена мы начинаем этот бизнес который сейчас нет но бизнес до сих пор работает и у меня уже пять лет нету а бизнес до сих пор работает потому что сейчас я приступаю чему итак как-то раз мы станем задумывались о том что когда вот эти люди которых может быть много которых может быть на сами очень много берут что-то для себя на самом деле для себя то каждый из них покупает автоматично 30% дешевле реально для себя для себя правильно я посчитал да? значит еще раз как-то раз мы задумались о том что когда вот эти люди которых может быть много которых может быть на сами очень много берут что-то для себя на самом деле для себя то каждый из них покупает автоматично 30% дешевле и можно сделать свой бизнес вот на этих 30% за организационную работу в этой системе не вот на этих 30% а вот на этих 30% за организационную работу потому что один человек никогда не продаст столько сколько продадут 10 человек на 10 человек никогда не продадут столько сколько сами для себя купят тысячи человек тысячи человек по дому шампунь это тысячи шампунь это столько никогда не продаж фирма интересует тысячи шампунь мы дадим ему тысячу шампунь как? это вопрос третий тысячи человек по одной помаре это тысяча помазь это столько никогда не продаж Тысяча ли по одной программе для ног, для рук, для тела, для лица, для волос, для ногтей, для защиты соля, в каких-то товарооборотах и для тречи. Если просто каждый из этих тысяч человек просто начнет для себя пользоваться всем ассортиментом компании Арифлейт. Чтобы немножко проиллюстрировать возможности.